искусством а слова буржуазные это в общем уже политическая категория там считалось это уже значит если ты исповедуешь это диалоги хотя бы даже в культуре тоже антисоветчик так короче до смерти сталина речи не могло быть чтобы что-то такое ну где-то там про себя тихо подпольным и это не вслух не дай бог потому что вот потому что корр корр лысик очень слуха но бог с ним это те времена сегодня мы находимся в галерее актис на открытии выставки квадратура круга выставки участвуют четыре художника владимир инкелевский дмитрий краснопевцев оскар рабин и олег целков всех четырех художников объединяет их творческое начало в москве в россии начале 60-х и 70-х годов но их художественные стили необыкновенно разнятся они с их манера письма совершенно не похожи значит с другой стороны мои произведения они несут в себе очень большой жизненный заряд поэтому когда вы на них смотрите они вас должны с двух сторон с двух сторон волновать с одной стороны вам не должна быть приятно это сила бьющий из них атака не должна во вторых вас не должна радовать так сказать это в общем-то говоря отрицательное отношение к этой атаке тоже поэтому вы как правило по нас если вы прочувствуете в чувствуете из моей картины вы должны вообще говоря их не очень любить да потому потому что в общем любить их не за что вообще там есть наверное какой-то элемент перста указующего есть такой дидактики такой поучительства такого которая которая не впрямую я бы его не мог нас нет впрямую но такой еще посмотри на себя понимаешь все fav here но вечером он самünü meu intended в when обстоятельствах приходит находиться много орг certaines ф из х ш где Шофф назвал современным искусством «дегенерат». Мы также говорим о известной «булдозер» экзибиции, которую артисты часто называют «шоу» — «театрическую перформацию». Таким образом, эмблематичным и символичным был искусством «булдозеров» уничтоживших искусства. Я считаю, что сегодняшняя выставка это одна из первых выставок, где выявлены какие-то ценности и выставлены на то, что всегда это уходило куда-то очень далеко. А ведь из этого поколения, в общем, как я думаю, и вышли уже настоящие классики русского искусства, которые останутся и постепенно время их выдвинут на очень высокие позиции. И сейчас они, я думаю, даже сейчас это уже очевидно и с Краснопевцевым, и с Аскаром Рабиным, и с Цилковым — это уже люди, которые делают музейные вещи, это вещи, которые останутся. Академия Академия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...